Всем привет, друзья! Как у вас дела? У нас дела не очень. Вчера ночью Серж съездил, все-таки сделал КТ. И результаты, как я поняла, не очень. Сейчас вот с самого утра он пошел в больницу. Сидит сейчас там, чтобы ему назначили лечение. Потому что то лечение, которое назначала врач по вызову, она сказала, что оно не подойдет, если в легких что-то найдут. Поэтому он сейчас пошел к врачу, чтобы ему прописали лечение и сдать кровь на антитела. Но на кровь там огромная-огромная очередь. И очередь вообще в принципе к врачу. Поэтому Серж уже там с 8 утра сидит сейчас в 10. И еще не скоро его вообще примут. Но он все равно решил ждать, потому что... Ну если не сегодня, то когда? Там каждый день такая очередь. И у всех там пневмония. Я, в общем, хотела пойти с Сержем. Он говорит, зачем ты будешь идти туда, там зараза повсюду. Поэтому я сижу дома. Сегодня проснулась в 5 утра. И вот встала в 6. Уже все дела практически. Все переделала. Вообще у меня первый раз, наверное, такой, что я с утра настолько производительна. И Каролину мы тоже в школу не отправили. На всякий случай пусть она пока сегодня дома посидит. Мне сегодня захотелось надеть пижамку вот эту свою. Она мне очень нравится. Одна из моих любимых пижамок. У меня их достаточно много. Но здесь удобно то, что штанишки такие. И кофта с длинным рукавом. То есть тепло достаточно. Для того, чтобы днем ходить, отлично. Но спать в таких пижамах я вообще не могу. Я не могу спать в одежде такой. Но это для меня одежда для дневного хождения. Сейчас, наверное, пойду позавтракаю. Я вообще хотела вместе с Сержем позавтракать. Но он говорит, что еще 2 часа там буду сидеть. Поэтому смысл мне его ждать. Плюс ко всему, мы его вчера уложили отдельно спать. Но я не вижу в этом никакого смысла. Но мы решили все равно перестраховаться. Потому что мы с ним контактировали все это время. То есть и вместе спали, и вместе ели. И если бы даже мы и заразились, то уже это давно бы произошло. Вчера ходила в магазин. Купила Каролине вот такие мини круассанчики. Они ей нравятся. Чтобы она с собой, если что, в школу брала. Потому что сейчас в школе лишний раз в столовую ходить нельзя. И плюс мы сказали Каролине, что вообще не ходила туда. На, убери эту зайку. Ребята, так солнечно у нас на балконе. Так круто. Мне очень нравится. Я каждое утро вот так вот захожу, слежу. Мне кажется, это уже скоро нужно будет выбрасывать. И посажу, наверное, чеснок на это место. А лук, вот этот, луковица. Видите, уже какие новые перышки пошли мощные прям. Через стекло прям нереально греет. Вообще сегодня должно было быть холодно. Градуса 3. Это максимум. Что, мне кажется, что не так холодно. Сейчас открою окно. Посмотрим. Холодно на улице. А, да, на улице холодно. Знаете, мороз и солнце день чудесный. Вот из того разряда. Очень холодно. Прям морозно. Каролина в 6 утра вареное яйцо съела. Сейчас я сделала бутерброд с сыром сулугуни, хлеб поржаной и буженина. Я сегодня на доставке прям с утра в 8 часов заказала хлеб, пару разных видов и буженину. Сейчас ее переложу в бокс, чтобы в холодильнике хранить. Давненько ничего такого не ели. А себе я яйца пожарила и сделала нам с Каролиной чай с лимоном. Мы в разных кружках. Вот мой чай. Длина болеет в субботу? В субботу у нас. Но горло было красное. Измерь температуру. Да, я тебе измерю температуру. Контакт, колеси. У мужа сейчас подозрение идет на ковид. И мы КТ сдавали, но еще пока нет никаких результатов. Иди сюда, 37 температура. И вот как бы температура, она не падает ниже у нее. То есть подтвержденного ковида у вас нет? Подтвержденного нет, да. Но у папы пневмония. Пневмония, да. У папы пневмония. Да, подтвержденный. Ну да. Когда? Сегодня ночью. Сегодня с утра, точнее даже. Сделал КТ. Ночью? Сегодня. Сегодня ночью, да. Говори. Горлоками? Сегодня. Сегодня вот пару часов назад. Ну, еще будете мазок ждать. 5-7 рабочих дней только у папы. То есть пойдет она в школу или нет, будет, зависит и от его результатов? Если у него вдруг придет ковид плюс, оно в школу точно не пойдет. Еще как минимум две недели. Нет, это понятно. Нам просто сказали, 10 дней будут его результаты, не раньше. Просто эти 10 дней она будет дома сидеть? Нет, вы пролечитесь. Если когда придете в пятницу или в субботу выписываться, если все нормально, вы пойдете в школу. А если у папы придет положительный мазок, ребенка выведут в школу на 14 дней. И все. Насмерк прошел? Прошел у тебя насмерк? Да. Или носик дышит у тебя? Да. Не закладывает? Нет. Стул нормальный? Ну, да. В туалет нормально ходишь? Да. Не помню уже говорила или нет, но Каролине вызывали врача. И утром мне позвонили, получается, спросили, вам еще нужен врач? Я говорю, да, нужен. И все, трубку положили. Придет он или не придет? Ну, как бы мы не знали. Потом Серж пошел, узнал, потому что там недалеко находится детское отделение. И сказали, что должен прийти. Вот в итоге что написали в лечении. Короче, прописали кучу всего. Здесь вообще ничего не понимаю, что написано. Танзилгон, фруцелин, грифферон, кстати, ей тоже. И плюс еще таблетки Арбидол. И что это? Тантум Верде. Полоскать. Короче, все это нужно будет делать. Это просто пипец. И смотрите, что здесь написали. Ковид, контакт с ковид-19 отрицает, но у папы пневмония. Ну, потому что мы точно не знаем, что вообще у Сержа. И вот, кстати, собственно, Серж, он пришел... Не, она, правильно. Мы же отрицаем кота с ковид. Ты отрицаешь? Ну, пока не подтверждено, но отрицаем. Короче, у Сержа сегодня взяли, я так понимаю, анализ ПЦР. Потому что брали мазок у тебя с носа. Глубоко сували? Да нет, не очень. И с горла, правильно? Да. Вот, и сказали, что результат будет не раньше, чем через 10 дней. Прописали Сержу немножко другое лечение или то же самое, я не знаю. Короче, Серж притащил пачку антибиотиков, ему дали в больнице, и сказали лечиться. И если будет принимать он эти антибиотики, то в течение трех суток ему должно стать легче, да? Потом придет результат, он инфицирован или не инфицирован. И все. Насчет Каролины, то есть она пока сидит эту неделю дома. И на следующей, точнее в конце недели мы идем, ну, как бы еще раз осматриваемся. Если у нее все нормально, все отлично, и еще твой анализ к тому времени не придет, то она может идти в школу. Потому что, ну, как бы учебный процесс идет. А если к тому времени придет твой анализ, и, к примеру, он окажется плюсом, то мы загремим здесь на две недели. Причем мама говорила, что читала, что сейчас тем, кто живет в одном доме, ну, в одной квартире, не обязательно сидеть на самоизоляции. А она сказала, что нужно будет всем контактным сидеть на самоизоляции. Я не знаю, как что, но посмотрим, короче. Не будем бежать вперед паровоза. Где-то я там мог подцепить. Вот именно Серж говорил, давайте будем меньше куда-то ходить, давайте будем аккуратны, давайте будем аккуратны. И в итоге сам принес заразу. Может, у тебя протекает, а ты меня заразила. Ну, вообще-то мне тоже было плохо. Я поэтому не знаю, что вообще с нами происходит. Вот ты меня заразила, просто ты жалеешь. Я куда хожу? Я с кем вижусь? Вот, и поэтому ты как бы просто переносишь, а меня заразила. Поэтому сейчас я пойду и куплю лекарства. Это просто, просто это, это жесть. Там столько лекарств, это пока ты упомнишь, чего, куда, когда, сколько раз. Мне вот это не очень здесь нравится, что как бы каждое лекарство нужно, во-первых, самим изучить инструкцию, во-вторых, нужно помнить, сколько раз день, никуда это мазать, принимать, это брыскать. Просто, когда в Корее я болела, и вообще в Корее немножко другая система выдачи лекарств. Там дают лекарства и прям сразу дозировано. То есть там сразу написано, ты пьешь это утром, в обед, вечером. То есть тебя не нужно постоянно вспоминать, ой, а что я там забыла выпить, а что мне нужно было набрызгать, то есть как бы там все сразу. Насчет антибиотиков, я еще пока не знаю, они продаются у нас или не продаются, потому что мне писали в комментариях, что сейчас антибиотики не найти. Кстати, врач, который приходил осматривать Сержа, она тоже сказала, если найдете антибиотики, купите и пейте. Если не найдете, ну, не знаю, типа вот так вот. Я так понимаю, в аптеках сложно с этим. Потому что сейчас вообще в аптеках ничего нет. Алина всегда после еды? С 18 года антибиотики в аптеках. Один до еды нужно. Что? По рецепту. Антибиотики по рецепту. Кстати, у меня в комментариях написали, а врач, который тебе выписал эти антибиотики, она почему тебе рецепт не осталась? Сейчас антибиотики не продают без рецепта. Не дают. Ковид нам бесплатно дают, как все. А почему нам не дали тогда? Потому что у него не подтверждены, пока нет ковида. Не, ну сегодня он ходил, ему дали, кстати, одну пачку. Я вообще удивилась. Время, блин, уже 4 часа, вы прикиньте. Я еще ничего не ела, сама ничего не ела. Мама здесь перец жарила, очень вкусный, с мясом фаршированный острый перец. Вкусняшка. В общем, короче, соблюдать именно карантин, карантин Сержа в одной комнате, смысла нет, потому что мы в любом случае уже с ним контактировали. Сегодня врач ему так и сказал. Смысла нет нам домашним что-то там пытаться делать, потому что уже прошло, получается, 5-7 дней. Разразился наверняка ты еще раньше. И, кстати, мне в комментариях об этом тоже писали, что смысла уже нет. Но если бы мы сразу с первого дня это узнали бы, а это практически нереально сделать, потому что первые 2 недели ты можешь быть просто носителем без симптомов, то можно было бы, чтобы ты, допустим, пользовался одним санузлом, благо у нас их 2, а мы пользовались бы другим. Ну, уже поздно, как говорится, уже все. Но вчера, да, вчера, когда Серж принес анализы КТ, результаты, и там было написано двусторонняя пневмония, и я смотрю, у него вообще поникший вид, и у меня тоже паника. И это как раз была ночь перед сном, я просто не стала эмоции показывать, чтобы Каролину не расстраивать, а так она тоже расстроилась, плакала вчера ночью. И, короче, жесть. Именно, видимо, поэтому я проснулась сегодня в 5 утра, толком не спала. Все мы распереживались. Мне, кстати, в комментариях написали, что прямо видно, что у меня... Видно тревогу, точнее, в глазах. Но все равно остаемся на позитиве, друзья. Да, это не страшно. Да, мы на позитиве. И пойду в аптеку. Сначала поем. Педиатр тоже вообще максимально странная пришла и говорит, у Каролины задняя стенка горла зернистая. Я говорю, а что это значит? Зернистая. Я говорю, ну, что это значит, что она зернистая? Как вам объяснить? Говорит, задняя стенка зернистая. Я говорю, ну, зернистая. Это хорошо или плохо. Что значит зернистая? Он говорит, я же вам говорю, зернистая. Я просто, я уже не знаю, я... Я просто, у меня не было слов. Мама была там, все мы были, кроме Сержа. Почему нельзя сказать, а хорошо или плохо? Откуда я знаю, какое должно быть горло, блин? Откуда я знаю, оно должно быть гладкое, влажное, блин? Прямое, квадратное, там... Не знаю, вот... Ну, есть, конечно, люди, знающие, которые проходили через это все и знают все эти термины. Учитывая, что я и так много что знаю, я знаю, что такое ларинготрахеид. Что, в принципе, я могла бы и не знать, да? Ну, короче. Почему нельзя объяснить, блин, нормально человеку, что такое вообще происходит при болезни? Каролина тут переписывается со своими подружками. И, смотрите, сделала слайм с пенкой. Я сейчас в магазин пойду. Покупать тебе еще пенку? Да, две. Сходила еще в магазин. Вот что я купила. Рис, три пачки. Мы сейчас его очень много едим. Гречку в пакетиках. Мама сказала, гречку купить, морковь. Каролина попросила взять пенки для бритья еще. Две штучки купила. Масло сливочное. И пончик Каролине. Все, что мы нашли в аптеке, купили. В общем, у Сержа уже есть фуруцелин, амаксиклав и линекс. Вот мы взяли робидол. Он стоит 1200, по-моему. 1200, ага, прикиньте. Его можно и взрослым, и детям. А вот Сержу, который осель-тамивер прописывали, его нет вообще нигде. Нельзя купить. Поэтому она сказала, что можно использовать и этот тоже. Ну, это в аптеке. Танзилгон Каролине взяла. Капли это. И гриппферон. Это и Сержу, и Каролине он стоил 895. Так что болеть невыгодно. Это учитывая, что линекс, по-моему, 900 рублей стоит. А фуруцелин там 150. Это не так много. И амаксиклав тоже там, не помню, в районе 1000, наверное, где-то он стоит такой дозировки. Так что не болейте, друзья. Вообще не болейте. Сижу в своей комнате в полумраке. У меня здесь атмосферка такая. Смотрите, как красивая гирлянда смотрится. Это Вика мне ее оставила. И написала сразу в семейный чат, что у Сержа корона. Чтобы все были аккуратны. У нас есть семейный чат, где я состою. Ну, в общем, вся наша семья. И когда что-то происходит, или вообще, чтобы не дублировать всем, мы просто скидываем туда. Я написала, чтобы все в курсе были, что у нас корона. У Сержа, точнее, у меня еще нет. И я такая, Сержа, говорю, вот я хожу, говорю, в магазине, там, в маске. Прихожу домой, стараюсь руки, скорее, мы все дезинфицировать, говорю, чтобы заразу домой не притащить. То время, как зараза, наверное, скорее всего, у нас дома сидит. И то я стараюсь вообще никуда не ходить, ничего, ну, как бы, только по надобности за лекарствами. Единственное, пришлось выйти, потому что пока что я что-то не нашла, чтобы с доставкой лекарств привозили. Точно так же, как и мы продукты домой закупаем с доставкой. Так что будем лечиться. Что еще делать? Сейчас уже Каролине дала первую порцию всех лекарств. И это просто у меня башка чуть не взорвалась. Сколько всего нужно дать за один раз. И не запутаться при том. При том, что при каждом приеме каждого препарата нужно делать еще и перерывы. Буду заканчивать этот влог. Обязательно ставьте пальчик вверх. Следите за дальнейшим развитием наших событий. Спасибо всем, кто писал слова с пожеланиями выздоровления. И увидимся с вами уже в новом влоге. Всем удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok